Вот у меня, пожалуйста, обогреватель, маленькая комната, закрыта дверь и целый день молотил обогреватель. Так Людмила согревалась в квартире с утепленными стенами после череды аварий на Яровской ТЭЦ. По официальным данным, температура в квартирах снижалась до 14-17 градусов. Но у жителей другая информация. Ну вот когда началось это все, ну 13 градусов. То есть я вот жила в маленькой комнате, ведь я даже не убираю обогреватель. 13 градусов? 13 градусов. А сколько суток держалась такая температура? Наверное, недели две. Позавчера, по уверению яровчан, тепло вернули, но квартиры еще не нагрелись. По официальной информации, ООО «ЕТЭК» не смогли поддерживать должный уровень тепла, потому что пришел некачественный уголь. В самой компании нам объяснили, что предприятию вместо того, чтобы начать готовиться к отопительному сезону, пришлось отбиваться от судебных исков. Их направляли в адрес ООО «ТПК-ресурс» владельца теплоцентрали. ООО «ТПК-ресурс» было даже подано на банкротство, на ТПК-ресурс со стороны налоговой. Мы выплатили все долги, это самое банкротство мы, значит, ликвидировали, потенциальное банкротство. 3-го числа подписали мировое соглашение, 5-го прокуратура опять пишет иск и опять служба безопасности банка видит иск в отношении, значит, потенциальных заемщиков. Мы не смогли кредитоваться. Мы не смогли кредитоваться на воспользоваться теми кредитными линиями, которые были подписаны для закупа угля в том числе. Ну, не важно, кто их подвел, почему это произошло, череда аварий, затем снижение температуры по причине качества угля, ну, все это является следствием ненадлежащей работы. В режиме ЧЭС правительство края передало управление ТЭЦ в руки уже муниципального предприятия, которое и раньше стояло у руля. Проблема одна – все оборудование требует ремонта, причем срочного. И если ООО «ЕТЭК» планировало проводить полную реконструкцию на банковские кредиты, то МУП «ЕТЭК» не могут говорить даже о текущем ремонте, ведь долги организации – это сотни миллионов рублей. Допустим, за уголь БИСК «Энерго», да, то есть это СГК, мы должны на сегодня 147 миллионов, вот, по СДС углю порядка 57. Ну, а власти края-то помогут? Ну, как бы письма пишем, просим власти края о помощи. В администрации Ярового уверяют, что будут поддерживать МУП. Муниципальное предприятие, учредителем его является городская власть, администрация города. Соответственно, всю необходимую поддержку мы ему будем оказывать. Она, в свою очередь, будет оказывать поддержку правительства Алтайского края, в том числе финансово. Муниципальщики уже взяли ТЭЦ под свое управление, но теплоцентраль все еще принадлежит бизнесу, компании «ТПК Ресурс». Конечно, администрация города хочет забрать объект обратно в свою собственность. Ведь в 2016 году котельную за 160 миллионов продали именно для того, чтобы предприниматели провели на ней реконструкцию. Это условие договора не выполнено. Значит, муниципалитет вправе ждать возвращения котельной, если так решит суд. А Людмиле, как и остальным яровчанам, остается запасаться коврами и обогревателями. Ведь зима только начинается. Так это еще нет зимы, вы понимаете? Еще нет зимы, нет еще морозов. Андрей Дриер, Андрей Печоркин. День с толком.